Виктор Валич, вот 36-й нам пишет Пусть разбираются с ценовой политикой таксопарков Потом берутся за бомбил Дорого такси Вот такие Это Москва Это в Москве дорого Есть уже регионы, где вполне это все доступно и нормально Значит, надо просто хотя бы, может быть, этот опыт изучить Вот у нас еще, слава богу, мэр из провинции, что называется Может быть, привнес вот этот опыт свой Потому что, повторяю еще раз Только экономический рыночный механизм Никакой другой не поможет Пока остается ценовая ниша В нее всегда будут влезать Те, кто занимаются этим неправомерным И, конечно, конкуренция Среди тех таксопарков Которые имеют соответствующие лицензии В условии конкуренции, естественно Борьба за клиента и снижение цен Все остальное Это, извините, это либо прожекты Либо антиконситуционные вещи То, о чем вы говорите Это перспектива какого будущего? То есть, сколько должно пройти, чтобы у нас все нормально Вы знаете, я думаю, что, в общем Если этим заниматься целенаправленно, так сказать Уполномеренно И не отступая ни в какую сторону В течение года ситуацию можно радикально улучшить В общем, регионы, которые побывали Тратили примерно такое время на Ну, Москве может понадобиться чуть больше Ну, в общем, вы знаете, это, еще раз повторяю Это не та проблема, которая Это не пробки На которые действительно нужно Несколько лет, чтобы что-то изменить Многие просто говорят о том, что бомбилы Которые вот так паркуются у станции метро Так, как им нравится Они во многом создают эти пробки И с этой точки зрения борьба с ними важна Ну, знаете, это проблема борьба с парковками Это все другая история Если они паркуются в таком уровне, что нарушают закон А где, собственно говоря, милиция, где правоохранительные органы Почему они этим не занимаются Почему они не притекают эти действия Это все другая история, понимаете Для этого не надо, как фиксировать машину Надо просто притекать незаконные действия И не допускать их в парковке Но они занимают ценовую нишу Потому что не платят налоги Они не платят аренду, соответственно, гаражей И все, что связано с легальным бизнесом такси Значит, они в любом случае правонарушители И его, по идее, любого такого бомбила Можно оставить, как догадаться, что это именно бомбил Ну, а, ну, знаете, для этого надо работать Вот не скрыть штрафы-то С вполне добросовестных автолюбителей А заниматься серьезно, целенаправленной борьбой С противоправными действиями Для этого нужно оперативно И внедрение его передачи И ничего Продолжение следует... Друзья, пока не надо... Продолжение следует...